Сургутяне просят губернатора Югры обсудить на прямой линии новую транспортную схему. Наталья Комарова выйдет в прямой эфир 5 мая. В этот раз тема онлайн-беседы – доступность и безопасность транспортных услуг. Губернатор Югры анонсировала прямой эфир на своей странице в соцсетях. Под постом разгорелись бурные дискуссии о маршрутной сети Сургута. Также югорчане спрашивают о межгородских и межпоселенческих рейсах, об авиасообщении и водном транспорте. Добавлю прямой эфир губернатора Югры состоится в пятницу 5 мая в 12 часов дня. Трансляция будет проходить на личных страницах Натальи Комаровой в соцсетях, а также в официальной группе Югра. В Югре приструнили коллекторов. В окружное управление службы судебных приставов обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее заставляют вернуть долг своего супруга. Женщина пожаловалась на назойливые звонки с угрозами и психологическое давление. Заявительница объяснила коллекторам, что сам должник мобилизован и находится в зоне СВО. Поэтому связаться с ним невозможно. Но ее доводы услышаны не были, а звонки не прекращались. После обращения в службу судебных приставов коллекторское агентство получило штраф 100 тысяч рублей и моментально отстало от женщины. По закону требовать немедленного возврата долга от мобилизованного военнослужащего никто не имеет права. Подробности этой истории смотрите сегодня в 17.30 в программе «Югра. Территория безопасности» на нашем телеканале. Какие сейчас у нас для мобилизованных, вообще для военнослужащих существуют послабления по закону? Ну, при наличии задолженности, да, устанавливается льготный период, внесены изменения законодателям, при котором при наличии льготного периода запрещается требовать задолженность любым способом взаимодействия. Лесные пожарные будут патрулировать тайгу с воздуха по 19 маршрутам. Их протяженность почти 10 тысяч километров. Об этом сообщили на заседании комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Напомню, с конца апреля в Югре объявили особый противопожарный режим. На вчерашний день в округе зарегистрировали 21 ландшафтный пожар. В основном пострадала территория самого южного муниципалитета Кандинского района. Также одно возгорание было зафиксировано в Октябрьском районе. В рамках подготовки к пожароопасному сезону выставят временные пожарные посты в 10 труднодоступных населенных пунктах. Также специалисты подготовили 17 мобильных группировок пожарной службы. Дополнительно для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с крупными природными пожарами, созданы 11 опорных пунктов. В боевой готовности находится 185 человек и 50 единиц техники. Осуществляется дополнительная подготовка 200 сотрудников Центроспас Югория, которые помимо арендаторов, помимо сотрудников МЧС принимали участие в тушении, ликвидации и возгорании. Увеличена парашютная служба за счет десантников. 42 человека в этом году мы переводим из десантников в парашютисты. Выделено дополнительное финансирование, продолжена работа по ремонту техники. На 47 миллионов рублей в этом году выделено средства на ремонт. Из советского района в зону СВО отправили еще один квадрокоптер. В муниципалитете продолжается благотворительная акция «Наш солдат», в рамках которой неравнодушные жители собирают денежные средства на нужды мобилизованных земляков. Так, очередную посылку в виде боевого дрона подготовили в Советском политехническом колледже. Студенты и преподаватели не только проверили работоспособность техники, но и перекрасили летательный аппарат в маскирующий цвет. Добавлю, что это уже третий квадрокоптер, который закупили на собранной в ходе акции средства. Кроме техники, из советского регулярно отправляют на передовую вещи, продукты питания, лекарства и предметы для бытового обустройства в полевых условиях.